Российская дочка компании Hyundai Motor решила наращивать производство. Сейчас собственный завод под Санкт-Петербургом работает на пределе. В прошлом году при заявленной мощности 230 тысяч машин удалось выпустить на 15 тысяч больше. При этом марки корейского концерна чувствуют себя более чем уверенно. В прошлом году Kia продала россиянам 226 тысяч машин, а Hyundai 179 тысяч. Итого больше 400 тысяч на двоих без ростов и падений. Впереди поистине грандиозные планы по усилению локализации. Только что стартовало строительство моторного завода под Санкт-Петербургом, который будет выдавать полторы сотни тысяч двигателей ежегодно. Плюс ко всему, контрактной сборкой Hyundai и Kia займется калининградский автотор. Он по итогам 2019 года отгрузил больше 150 тысяч корейцев, включая седаны марки Genesis. По большей части это машины отверточной сборки. А теперь руководство компании вдобавок посчитало, что неплохо бы обзавестись еще одной сборочной площадкой. По слухам, это оставит автотор без заказов со стороны корейцев. Но, как говорится, бизнес есть бизнес. Так, производственная дочка Hyundai подала в федеральную антимонопольную службу запрос на покупку завода General Motors в Шушарах. Это производство рассчитано на выпуск 98 тысяч автомобилей каждый год. Завод стоил американцам около 300 миллионов долларов. Вот только сегодня готовые мощности для производства и сборки машин по полному циклу стоит примерно в 10 раз меньше. Так что сделка может быть выгодной. Напомним, что площадка под Санкт-Петербургом по выпуску Chevrolet и Opel была законсервирована пять лет назад, когда боссы GM резко задумали увезти народные модели из России. Заводом интересовались многие, включая даже белорусскую компанию Unison. Но до финала, похоже, дойдет только Hyundai. Если запрос на покупку будет одобрен, общие мощности корейцев достигнут 350 тысяч. При этом бывший завод General Motors готов и к возможному расширению, и к отверточной сборке. Ждать финала этой истории осталось недолго.